Всем доброе утречко! Вышла я из больницы. Сегодня плавно побыла в женской консультации. Выписали мне направление в роддом. Так что сейчас домой за сумками, за вещами. Вот. И поеду ложиться уже в роддом. Говорят, что уже нужно. По срокам сроки подошли. Отеки у меня так и продолжаются. Поэтому лучше полежать в роддоме. Поэтому собираюсь сейчас домой. И Максим меня отвезет сюда. Приехала домой. Перекусила. Даже так хорошо плотненько покушала. Потому что там неизвестно, когда я буду кушать. И буду ли я вообще кушать там. Вот. Покушала. Жду Максима. Сейчас Максим соберется на работу. Вот. Он решил в бассейне еще раз искупнуться. И поедем в роддом. Все. Собрали маленькую сумочку мою. Даня, я поехала. Я сейчас. Все. На выход. Ксим сумки понес. Провожающие мои. Это как папа говорил, будем на сосисках. Это да. Это да. Это самое. Ну, все. Указания все мои. Помните. Даня, ты помнишь все, да? Давала кучу указаний. Да. Про огородить. И про посуду. Вот. Кирилл. 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 Да, пока время не наступит. Ой, будем там. Буду там лежать, сидеть, да. Спать, в телефоне сидеть. Фильмы будут и смотреть, которые бы мне посоветовали. Зато не будет. Вариант уже от того, что Алло, Максим, я рожаю? Уже не будет. Да, уже спокойненько. У нас как-то три раза подряд, да? Так спокойно получается. Вовремя приезжаем. Потому что ответственность у нас подходит. Подход ответственный, да. Да. С Кириллом как-то приехали и сразу через пару часов пошли уже в предродовую. А Занька было чуть подольше, но все равно. Так, наверное, не помню. Или давай вторую педу. В северскую? Да. Вот. Да, с Данькой уже было. Я немножко там переночевала ночь в роддоме. В палате патологий. И потом только на следующий день. На следующую ночь. Родила. Вот. А сейчас, не знаю, еду в неизвестность. Ничего не хочу, да? Ничего не хочу. Хочу домой. Дома хочу быть. С другой стороны, хочу уже родить, уже и все. Доела. Давай, да. Коробочка открывается. Подарок не доставай. Да. А сынам сказала, все, уезжаю, приеду. Уже не одна. Да. Мы же будем толпой. Толпой. Будет нас пятеро. Да. Пришли в роддом. Приперлись. У нас забрали документы, мы сидим, ждем, когда нас позовут. Да. Мы не ждали у вас, я думаю, приперлись. А я говорю, нас зажидает, у нас на право есть. Да. А я спрашиваю, говорю, это тут, наверное, детей не дают. Нет, я думаю, не тут. Здесь такой коридорчик. Ну, вот дверь закрывается. Через окошко, да? Получите, распишитесь. Пусть выдадут, а мы поедем домой, Максим, уже. Разглавать? Да. Ну, как ты, зайдешь, вытяжь, ну, как. Столько всяких процедур тут сделаны вообще. Проверили все и все. Все, я в шоке. Да, разряжала. Так, меня еще не проверяли. Такая палата большая. Тут мое место. Тут даже раковина есть. Такая тут столовая. Я думаю, из больницы влоги будут такими небольшими, потому что особо тут снимать нечего. Тут тишина такая. Тут мешать как бы особо не хочется, потому что, ну, отдыхают люди. Вот. В общем, лежу я в палате патологий. Все нормально. Врач посмотрел, рожать не собираюсь. Прокапали магнезию от отеков. Положили меня с отеками. Вот, прокапали магнезию. Вот, малыши плачут здесь, слышно. Дождик идет за окошком. Захладно, хорошо. Здесь кондиционеров нет, но все-все окна открыты, и тут очень приятно, прям свежо, хорошо. Вот. Так что сделали мне кучу всяких анализов, собрали с меня. Жду, когда... А, еще, ну, там, мочу нужно в трехлитровую банку в сутки собирать. Вообще. Ну, в общем-то, о чем новостей. Я сегодня, походу, с голоду умрала. Чай, капуста и какая-то котлета. Так что мы, не знаю, это ужин. Ужин сейчас сколько времени? Пол шестого. Больше приема пищи не будет. Ну, что я, конечно, поела это. Ну, это так себе. На вкус очень отвратно. Я так понимаю, что это специально для похудения, что ли. У девочек, там, родивших уже была картошка. Нам картошку не положено беременным. Вот. Поэтому капуста и вот это вот непонятно что. Типа котлета. Вот это вообще какая невкусная. Завтра, наверное, Максима буду просить, чтобы он мне принес что-нибудь домашнее, короче. Нормальное. Во всяком случае, может, там что-нибудь купит. Но это есть вообще невозможно. Я здесь душ приняла. Так прекрасно. Здесь такая комната гигиеническая, крутая. Сейчас покажу. В общем, вот так вот умывальники. И две душевых кабины. Вот кабина. Ну, так, душевые. И вот кабина. Вода горячая. Здесь раздевалочка. Тапочки такие звуки издают. Вот. Дальше. Вот здесь вот, в общем-то, все, все есть. Все отлично. И где и зубы почистить, умыться. И даже помыться. Я так с удовольствием помылась с горяченькой водичкой под душем. У нас-то там летний душ пока что еще. В общем, удобств нету. А здесь прям кайфануло. В общем-то, сегодня рожать точно уже не буду. Все, сегодня. Видите, день подходит к концу. Так понимаю, влоги будут вот такие коротюсенькие. Снимать-то особо нечего. А вот. У нас закат такой. Красиво очень. Я здесь сижу в столовой. А, тут никого нет. Максима написала, говорю, хочу фруктов. Привези мне фруктов. Ну, в общем, он сейчас после работы. Не знаю, может, завтра, скорее всего, привезет на передачку. Поесть что-нибудь. Чтобы сильно не сголодать. Да и фруктов. Хочу прям сильно фруктов. Каких-нибудь, нектарин, винограмм. Чего-нибудь такое. Цел день ничего не делала. Поняла, я смотрела сериалы, которые вы мне насоветовали. Сейчас русскую мелодраму смотрю. Такая небольшая. Не помню название. Потом расскажу изначально. Недокрашенная. Уже не включусь. Максим приходил, принес мне там кучу целого еды. Там холодильники в холодильник поставила. Взяла вот блины с горбушей и яйцом. И тут вот такой вот сок. Вот земляникой какой-то с ягодами. У меня наш перекус на ночь. Всем доброе утро. Ночь была такая прям тяжелая, конечно. Девочек привозили, которые рожали. Это все слышно, так громко кричали. Детки кричали. В общем, неудобно спать на кровати, на односпальне. Ну, в общем, крутилась, свертелась. А еще, знаете, ну, я же не одна, беременная. Все в туалет по очереди гуськом ходят всю ночь. Сегодня обход был. Сказали, что пока что не в родах, но уже вот-вот. Так что готовьтесь. Если что, когда будет между схваткой и перерыв 10 минут, подходите. Пойдем рожать. Живот валил всю ночь. Вот. Поэтому врач посмотрела и сделала выводы, что, возможно, сегодня, возможно, и завтра уже. Сегодня на завтрак запеканка, творожная. Бутерброд с маслом и чай. Так вот. Кухня здесь есть даже. Плита, микроволновка, чайник. Все как положено. Ну, это холодильник для сотрудников. Наши холодильники в другом месте. И здесь можно посуду помыть. Вот. Можно дезинфицировать бутылочки и все такое. Вот так вот. Сейчас Максим приезжал. Сегодня ночью одолели комары. Он мне купил раптор. В общем, раптор привез постельную. Мне привез подушку. Мою удобную. У меня ортопедическая. Ну, в общем, посидели немного, пообщались. Вот. Ну, и поехал на работу. Мы на работу, поэтому недолго он задержался у меня. Вот. Сегодня ужин поприятнее супчик фарисовый с каким-то мясом. Непонятно. Фарш какой-то. Сегодня на завтра каша. бутерброды и не знаю, что это такое. Сейчас попробуем. Ну, ничего, что застар. Такой мне застар нравится. Утро начинается здесь на стульчике. Нас зовут. Мирить давление, температуру. Дальше. Здесь находятся весы. Возвешиваемся, все записываем и ждем обход. Такое расписание. Каждый день вешают новое. Даже есть стоимость. И КБЖУ вон какое. 304 рубля стоимость обеда. Прикольно. Сижу в ожидании завтрака. Уже хочется завтракать. А завтрака еще не было. Обход был. А завтрака не было. На обходе спросила у врача. Делают ли стимуляцию? Ну, там, таблеточку дают, не дают. Говорит, в наше время сейчас все строго. Таблетки дают только с 41-й недели. У меня 40-я. Так что неделю точно мне ничего давать не будут. Но я надеюсь, что за эту неделю я уже рожу. Вот. Еще такой факт интересный. У нас в палате 10 девочек, включая меня, беременных. И у милаши у нас только одна девочка, которая должна появиться на свет. Все остальные мальчишки. Представляете? Я в шоке. Вот. Ну, что за время, когда я рожала Кирилла, были все, рожали все мальчиков тоже. Девочек практически не было. Я тоже мальчика родила. Когда Данька было, как-то все поровну. Вот. Как-то так. Как они все еще одна? Агнезия. Так, всем привет! Сегодня воскресенье. Не знаю уже, какой я день в больнице. Наверное, четвертый день в больнице, Максим или какой. Когда я приехала, я уже не помню. У тебя какого-то седьмого положили? Седьмого. Сегодня 11-й седьмого я ходила в больницу. Да-да-да, четвертый день. Вот. Сегодня меня Максим на часов забрал домой, чтобы я хоть повидалась, то я уже не могу. Вою. Волком этой больнице. Рожать еще не рожаю. Вот. Завтра будет День Икс. Все, кто подписан на меня в Телеграм, все знают, что завтра мне будут решать врачи. То ли меня выписывать будут и отпустят домой до схваток, да? То ли дадут таблеточку, и я никуда не поеду, буду рожать. Вот. Пацаны здесь с Максимом режут окрошку. Какие молодцы, да? Ага. И они тут вообще делами такими занимаются. Максим прям тут поручение раздает. Всячески. Это что такое в чашке? Борщ. Ты в чашку придел? Борщ? Ну, у нас не было, когда ищи был. А-а. У нас ка-люга думала. Ой, не придумала, нет. А вот и приплыли с товарищей. Что? Что? Заигрались посуда, Майкер? Что? Мне нужна, я хочу поесть. Менери тарелка. Глубокая. Там тарелки. Покажи. Вот она. Все в посудомойке. Вот это как вам вопрос. На нити могу. Я последний раз за собой как-то помыл и поставил чистую тарелочку. Теперь хочу помыть, взять эту тарелочку, а еду. Я хочу, чтобы волшебным образом она так появилась. Воспитательный момент. Даня. Короче, в минус уже все сицы вышли. А в минус не делал, потому что это уже большая шаг. А большая шаг, я не знаю, что я не знаю, что я не буду делать. А вот где у тебя все равно? Тебя такая не любит. А у меня, тем более, телефон, там сон, да, у тебя есть плюс. В минус на плюс, а на минус. Ну и что? Тепа, горячая картошка. Горячая картошка, горячая. Горячая картошка. Дайте реально поиграм. Горячую картошку, картошка. Очень весело будет. Потом она весело распростается. Покажи. Шмяк. Всем доброе утро. Значит, новости такие. Был обход, и мне сказали, что у меня сегодня 41-я неделя уже пошла. И предложили мне таблетку ускоряющую. Вот, я попросила, мне дали два дня раскрыть себя в два пальца. Ну, все понимаете, что это очень мало. Вот, поэтому я попросила, мне дали два дня. Если за эти два дня, до среды, как говорится, не рожу, тогда мне дают таблетку, и мы идем рожать планово. Вот такие вот новости. Сегодня сделали мне УЗИ кровотока, ну, пуповины, КТГ, все анализы собрали в очередной раз. Все в норме, все хорошо, как бы можно потерпеть два денька, ничего страшного не произойдет. Вот. Потом в очередной раз, когда уже в среду соберемся рожать, если до среды не рожем, сделают те же самые анализы, тоже УЗИ сделают, все проверят. И только тогда будем приступать к родам, скажем так. Тогда мы берут таблеточку. Ага. Выписка, вон, первый раз наблюдаем здесь выписку. Ты такой розовенькая девочка, по-другому будет. Я думаю, они додумаются, хотят выпустить. Отпустить шарики? Возможно. Сейчас он так силу подъехал, да? Концесс. Точно. Это не оно. Ну, ты Аня там. Вынесли Лялю. Плачет, что ли? Кто? Нет. Да ты ж моя красивая. Маленькая. Да. Красивая, такая маленькая. Что? Сегодня 14 августа. И сегодня, по идее, появится наша дочь на свет. Посмотрим, получится ли сегодня, либо завтра. Дадут таблеточку. И вперед. Постресса химия, УЗИ, КТГ. Что там еще? Осмотр. И потом уже таблетка. Поехали. Не бежит, а учет. Нет, не бежит. Все. Всем доброе утро. Сегодня 15-е, 28-е. И сегодня, в 3 часа 15 минут ночи, родилась наша девочка. Все у нее хорошо. Все прекрасно. Здоровенькая. Вес у нее, крупненькая, вес у нее 3,940. И рост 56 сантиметров. Кесарева. Дома Кесарева. Не ожидала, конечно, что так будет. Но так получилось. Жду сейчас, когда-то выйдет у меня в палату. И тогда удержу свою девочку. Узгляжу со всех сторон ее. Итак, мы уже в палате. Палата на двоих, получается. Тут все есть, как бы. Теплая, холодная вода. Все вот это вот. Я еще не успела тут разобрать. Тяжело очень. Люлечка. Вот тут вот. Миланочка отдыхает. Никак она в этой люлечке не хочет спать. Вот. Спит только на... На моей кровати. Максим приезжал. Я через окошко показала. Хотя нельзя этого делать. Сейчас буду ужинать. Там супчик, бульончик такой. Фу. И на ночь, наверное, буду просить о бейсбол. Не предлагали, но... Отказалась. А сейчас надо уже. Ну что. У нас уже какое число? 17-е сегодня. Девочка выписала, которая со мной лежала. Мы остались с Миланой вдвоем в палате. Никого нет. Обустроились. Вдвоем аккуратненько. Прям вид палати в такой. Находимся вместе с милашей. Вот. Да. Итак, мы в палате уже одни. Никого нет, как я и говорила. Я здесь устроила себе такой уголок для пеленания. Больше мне нравится на кровати, конечно, ее пеленать. Но на кровати не разрешают пеленать. Мы здесь вдвоем. Милашка там вот спит. Комаров тема темущая по вечерам. Поэтому Максим сразу мне раптор купил, как я сюда попала. Еще в палату патологий. Кстати, уже можно окошки открывать. С утра здесь такая жара стоит. Немоверная. Поэтому. С утра вообще полдня я не открываю окно. К вечеру я открываю окно. Качала раптор. Комары летят безумно. О, здесь парковку, что ли, сделали что-то. Сегодня рисовали. Максим приходил с Кириллом ко мне. И вот тут это все рисовали. Да, это парковка. Вот. Вот моя тумбочка. Мне приносит немножко на докорм. Пока еще у меня немного молока. Заказала молокоотсос. Буду им пользоваться. Вот. Кровать, извините, в таком виде. Потому что все время сплю. Ночью она мне сегодня дала, конечно, жару. Первая такая ночь, когда она мне взяла просто-напросто до четырех часов ночи рыдала и не давала спать. Вот. Поэтому я днем вместе с ней отсыпалась. Два раза ее будила. Потому что будить вообще невозможно. Просто такой, знаете, убийственный сон. Вообще не... спит, как... Хоть с пушки стреляй. Зато ночью у нас начинается концерт. Поэтому днем я с ней вместе пытаюсь отоспаться, выспаться. А потом посмотрим. Ну, будила я ее два раза. Вроде гуляли мы с ней. Ну, гуляли. Лежала она с открытыми глазками. Вот здесь вот я ее... Знаете, как я ее будила? Я ее распеленовывала полностью. И только тогда она просыпалась. Больше никак. Здесь пеленки. Мы сразу принесли пачку, такую стопку пеленок. Уже стопка подходит к концу. Вот. Достаточно просто. Вот. Использованные пеленки. Вот сюда. Ну, а здесь просто мусор. Вот тут есть и горячая и холодная вода. Горячок. Вешать халат при входе. Здесь я только в сорочке нахожусь. В халатах мы здесь не ходим. Хотя временами забываю и в халате прохожу. Ну и все. Вот вся палата такая. Обзорчик получился. Заряжаю. Видите, розетка тут и вот тут. Не очень-то удобно. Поэтому здесь заряжаю телефон. А тут оставлю раптор от комаришек. Завтра, надеюсь, я не знаю точно, но я надеюсь, что завтра нас уже выпишут. Сегодня мне прокалывают последние антибиотики. Завтрашнего дня. Не, я так подозреваю. Завтра уже уколят Милане БЦЖ последнюю привилочку. И надеюсь, нас уже никто держать здесь не будет. Что мы уже поедем домой. Очень-очень на это надеемся. Знаете, тяжело ухаживать за ребенком, конечно, в больнице. Когда у меня были Даня и Кирилл родились, у нас забирали детей. Приносили только раз в три часа покормить. Поэтому я не знаю, что такое лежать в больнице, в роддоме вместе с ребенком. И это тяжело. Тем более, вот у меня получилось, что кесарево сечение. Да, кесарево сечение. Ой, прям мне было очень тяжело, конечно, все удалось. Вот, знаете, дома все под рукой, все есть. Дома ты никому не мешаешь. И все, в общем-то, и стены, как говорится, лечат, греют. Вот здесь, ну, здесь, вот тут за стеной, вот за этой стеной находится палата патологий. И там 10 девочек беременных. И вот сегодня ночью концерт слушала не только я, наш, и беременные девочки слушали. Все родильное отделение и палата патологии все нас слышали. Вот, ну, ничего страшного. Моя девочка здесь не одна такая. Многие кричат. Много тут деток. Сейчас, на данный момент, раз, два, три, четыре. Моя пятая. Пятеро деток. Сегодня проснулась с таким каким-то плохим настроением. Ну, не выспалась. В общем, все гормоны какие-то. Ну, в общем, не знаю. У меня прям, прям истерика случилась. Максиму сегодня поплакалась в трубку. А потом так легче стало, наоборот. И пошла, сходила в душ. Я говорю, даже в душ тяжело сходить. Осталась в палате одна. Ребенок лежит рядом. Вот я ее оставляла одну. Благо я знала, что она всю ночь не спала, поэтому она будет дальше спать. Оставила ее. Гигиеническая комната. Душ находится прямо вот напротив вот моей двери. Прям очень удобно. Ну, совершенно не слышно. Ты в душе находишься, ты не слышишь, плачет. Ребенок не плачет. Просто быстрее, быстрее. Ну, далеко ходить не нужно. Вот получается, что сегодня потом я взяла себя в руки. Пошла, сходила в душ. Наконец-таки прям... Мне это давно нужно было. Так ходила по-быстрому. Просто вмывалась. Мне нужно было прям хорошо, основательно. Прям так помыться. Прям хотелось. Я сходила в душ, помылась, привела себя в порядок. Ну, имею в виду, накрасилась. Мне подходит санитарочка и говорит, ты куда собралась? Я говорю, да просто, говорю, пора в порядок себя приводить уже. Сколько можно в себя вообще приходить надо уже. Вот. Мне сегодня намного-намного легче. Мне уже не тянет живот. Немножко так болит, конечно. Нет, в любом случае оно болит. Но с этим можно жить. Ограничений я себя никаких не чувствую. Уже не передвигаюсь, как черепашка. Уже хорошо хожу. Ну, по коридорчику передвигаюсь. Прям быстро. Все. Еще не взвешивалась. Не знаю, насколько я похудела. Живот, конечно, остался. Такой хороший прям. Ну, мне уверили, что со временем уйдет. Тем более, я планирую так же, как и с Кириллом из Даней, заниматься физически после. После кислого это, конечно, будет позже намного. Говорят, первый месяц вообще ничего нельзя делать. Ну, только правильным питанием. В общем, буду пока что правильным питанием пытаться форму восстанавливать. А потом уже, когда уже можно будет, по истечению некоторого времени, перейду к физическим нагрузкам. Это мне нужно. Я себя хочу обратно видеть стройную, красивую. Не могу я себя видеть вот такую. Хотя я намного вижу, что я похудела. У меня и лицо похудело. И ножки вижу, тоже похудели. Кстати, отеки у меня такие сильные, кошмар. Я думала, рожу, отеков не будет. А тут из-за кесарева, видимо, из-за того, что операция была, дикие отеки, тоже сказали, все пройдет, не переживай. Так что буду ждать, когда все это пройдет, когда я приду. Очень жду завтрашнего дня. Мальчишки мои там готовятся. Кто-то спрашивал, делал ли Максим ремонт в это время. Нет, Максим ремонтом не занимался. Он просто до ночи работал. А потом, когда приходил, ему уже нужно еще и приготовить. Ему уже нужно еще там дела домашние поделать. Точно так же. Мальчишки, конечно, что могли там делать, могли там макароны отварить. Он варил там супы пацанам, борщи. Ну, в общем, заменял меня полностью. Может, даже и лучше. Потому что, когда я была беременная, я как бы особо... Мне тяжеловато, конечно, все это было, в основном, в последних сроках. На первых сроках токсикоз, запахи все. В последних сроках тоже готовила, но тяжеловато, конечно, было. Мало очень пекла, выпекала. Я очень люблю печь. Хлеб обычно выпекаю. Тоже очень мало. В общем-то, он меня нормально там заменил. И ему просто некогда было заниматься ремонтом. А он еще москитные сетки устанавливал. Мы не заказывали установку. Он сам устанавливал. Но, говорит, еще не все установил. И сегодня, когда я говорю, скорее всего, что завтра выпишут, он мне говорит, я еще не готов. Как завтра? Я говорю, ну, здрасте. Я не буду здесь сидеть, потому что ты там не готов. Чего там у тебя не готова? Он говорит, да кушать. Я тебя кушать ничего не приготовила. Я говорю, да я буду есть то же самое, что его... Чего придумать? Говорю, что мне особенного-то надо? Надо будет, я сама себе приготовлю супчик какой-нибудь там, картофельный обычный. Ой. Ну, в общем, он там распереживался, что ничего не готово. Что там, может быть, готово, я даже не предполагаю. Ну, жду я, жду уже с нетерпением выписки. Ох, выписывать будут, кстати, если завтра меня выпишут. Это не точно. Это я так предполагаю. Но выписывают после обеда. Тем более, вот, милашки сделают БЦЖ. И там, по-моему, какое-то время нужно подождать, чтобы реакции... Ну, посмотреть реакцию, пронаблюдать ее. Вот. И только тогда нас отпустят. Будем надеяться, что у нас будет все хорошо. И что завтра мы уже, наконец-таки, после обеда уже будем дома. Так хочется домой, сил нету пацанов своих обнять. Соскучилась за нее безумно просто. У меня сегодня такой ужин шикарный. Максим мне сегодня принес. Ужин в 5 часов вечера. И все, больше ничего нет. Поэтому у меня второй ужин. И то первый ужин был там такой супчик рыбный какой-то. Ну, в общем, я вот чуть-чуть похлебала. Потому что жидкое нужно... У нас еще не темнеет. Ну, уже вечер-вечер. Вот. Пирожечка. Куриная котлетка. Потому что я ем только куриную. И вот такой вот классический йогурт. Ну, и вот чай нам давали. Который ставится на лед такой, на кружке. И Максим хлебушек покупал. Я его не резала, ломала. Прям так вкусненько будет сейчас. Пожелайте мне приятного аппетита. Все, мы готовы. Здесь сумки стоят. Уже это стильное собрано. Жду своих. Сейчас даже смотрим, будут приехать. Мы приехали. Машина вся отклеена. Красотой всякой. Это неждательные пацаны. И вот, примерно, ждать прям. А Даша где? Даши нету еще. Мальчишки. Максим. Ой. Все, жду с нетерпением. Вон вещи наши. Неладана вещи. Мои вещи. Ну, так, ручки хочешь. Ну, пусть как хочешь. Сейчас не хочешь их складывать. Сейчас мы кого-то давай. Замотаем, будет так удобнее будет. Сейчас. Дочка. Дочка. Ради нас. Впереди так много открытий волшебства Дочка, это нежность Тебе так рада вся семья Дочка, дочка родилась Засветит ярко Чудо в мир пришло Все, о чем мечтали Свершись, это не сон Маленькие ручки Слоньки навсегда Это наше счастье Счастье здесь и сейчас В день и чудо в новой жизни Начинается новый путь Не падай душу, Саняши Зарко, мамы Попадешься, мы пришли Попадешься, мы пришли Ааа, ну просто Пусть попала, ну просто Вот так вот Ничего себе, какая красота Попадешься, мы пришли Прошу Мы вас разломим Привет, малыш А, я вижу, шарик такой красивый Опа Ого Ничего себе, какая тут красота Пойдем, в обиталище Попадешься Ооо, нет, смотри, как красиво Ну мы это конфискуем потом обязательно Это будет пугать Конечно Нелажки неинтересно Она не видит Сейчас возьмется, давайте мы вернем ее Да, быстрее, жарко, жарко Ооо, сладкая Привет, моя хорошая Красная, как рад Да, зато ночью всех разбудит эта пушка Да, зато ночью всех разбудит эта пушка Смотрите, посягивай Витя Витя Она просыпается, давай просыпается На парковку ее От кого? В Миланку От кроватку? Да Ну давай Ну давай В парковку В парковку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры